Здравствуйте, дорогие телевзрители! В эфире программа «Театр наизнанку» и я, ее ведущая, Каэли. Сегодня я представляю нашу гостью, это режиссер театра «Опереты» Алина Челик. Здравствуйте! Добрый день! Алина, сейчас в «Оперете» один за другим выходят ваши мюзиклы, которые вы ставите как режиссер. Это «Маугли», следом вышел «Рикошет», которые моментально сцкали любовь к публике. Это ваши первые работы в музыкальном театре? Ну, на такой большой площадке, наверное, да. А до этого где вы работали? Ну, я после института сразу пришла в театр «Опереты». Там просто были дипломные спектакли, антрепризные, которые просто были меньшие по формату. На сцене театра «Опереты» в течение многих лет шли привозные мюзиклы. Сначала «Польское метро», потом «Французский интердам» и «Ромео и Джульетта». Не было опасения, что зритель начнет сравнивать отечественный продукт с западным? Ну, мы пока еще не делали продукт, который можно было бы сравнивать и нужно было бы сравнивать. Потому что «Маугли» – это репертуарный спектакль, и «Рикошет» – это вообще экспериментальный спектакль. То есть у нас спектакли пока идут репертуарные. Вот у нас только сейчас планируется осенью выпуск такого первого мюзикла, который, когда выйдет, тогда можно будет встретиться и сравнить, что там с французскими, что с русским получилось, не получилось. То есть он будет не репертуарно спектаклем театра «Опереты»? Ну, там добираются довольно большое количество исполнительных. Сейчас идут кастинги на роли в этом спектакле. И это будет вот чистой воды такой русский мюзикл с полностью русской постановочной группой. Когда у нас на сцену театра «Опереты» шли французские мюзиклы, поклонники «Опереты» очень ревностно к этому относились, и они постоянно ругали, что мюзиклы занимают то время, которое могли бы играть «Опереты». Сейчас такого не возникнет? А сейчас поклонники мюзикла жалеют, что не идут мюзиклы, а идут только «Опереты». Ну, нельзя как-то угодить, наверное, на всех. Но уже я вижу, там некоторые поклонники все-таки смешиваются. Кто-то из поклонников мюзиклов начинает ходить на «Опереты», кто-то из поклонников «Опереты» начинает ходить на мюзиклы. Это замечательно, когда зритель ходит на все жанры, тем более это музыкальный театр. Можно ходить и туда, и туда. Театр «Опереты», в котором идут «Опереты» и идут мюзиклы. Это на самом деле вопрос очень спорный, потому что до сих пор даже профессиональные театралы не смогли ответить на вопрос, в чем же разница между «Оперетой» и мюзиклом. Может быть, вы как режиссер театра «Опереты», который ставит мюзиклы? Ну, сложно сказать, если куча профессиональных критиков не могут ответить на этот вопрос. Но, как мне кажется, опера, опереты – жанры, которые уже сформировали с музыкального театра. Мюзикл – жанр, который более современен, который появился позже, который более молод. И настолько размыты сейчас эти рамки. И сейчас в мюзикл он называется практически любой музыкальный спектакль. То есть то, что не принадлежит жанру опереты, который уже сформировавшийся и понятный жанр. То вот я так понимаю, что сейчас все, любой спектакль, где есть музыка, уже сейчас называют мюзиклом. Такое широкое какое-то понятие получилось. Потому что вот вы говорите «рикошет», «рикошет» – это не мюзикл. Но поскольку мы не знали, как это назвать, мы назвали мюзикл. И также я вижу во многих театрах, вот вы сейчас говорили только, что там рок-опера, поп-опера, когда начинаются затруднения в том же, как же жанр этот обозвать, вроде как и не то, и не то. Ну, как это назвать? Начинаются тогда? Ну, ладно, в общем, это мюзикл. Значит, многие зрители определяют «рикошет» как «ВДВ». Я не знаю, я не критик, я не знаю, как определять жанр. Мы брали просто драматическую пьесу, которую мы начинали репетировать просто для тренинга актера. Я считаю, что любые артисты, нормальные артисты, они должны всю жизнь находиться в состоянии хорошего тренажа актерского. А «Оперетта», в общем-то, очень сужают эти рамки, потому что есть определенные амплуа, за пределы которых, работая в репертуарном театре «Оперетта», выйти достаточно трудно. И просто у нас было желание для себя в классе порепетировать драматический материал, который по-другому мог бы раскрыть наших артистов. И получился спектакль. Мы его немножко развели музыкой, назвали «Мюзикл». Что это? Может быть, это «Вадевиль». Я не знала. «Маугли» написал актер театра. «Оперетты». Владислав Сташинский. Спектакль «Детский». Изначально мы хотели делать такой семейный спектакль. На Западе этот жанр существует, жанр семейного спектакля. По-моему, только что закончились показы Мэри Поппинс в Лондоне. Такой жанр, который интересен и детям, и взрослым. Но поскольку у нас такого жанра, как факт, не существует, и название... Вот есть «Маугли». Это мы в процессе уже работы, где-то там в первую же, пока шел предварительный процесс, мы поняли, что название, оно все равно уведет к детскому спектаклю. И все там были какие-то... Было желание сделать его более глубоким, более философским, но нам пришлось во многом отказаться от этой идеи, просто потому что все равно пойдут дети. Мы пытались сначала ставить его не только на утреннее, но и на более позднее время. И если там на 12 часов у нас были аншлаги, то на более позднее, там на 5 часов, звонили даже люди в кассу и спрашивали, скажите, а можно с детьми на этот спектакль прийти? И в одни и те же дни почему-то был очень резкий спад людей, люди не понимали просто, как приходить, с кем приходить. И, в общем, ну это у нас такая проблема. Вот Владимир Арефьев, художник и Маугли, художник, главный художник театра Станиславского, он говорил, что у них была проблема с балетом «Конек-горбунок», который делали серьезно, как хороший такой большой балет со звездами. Потом название, оно утянуло все равно в такой вот детский спектакль. Это проблема названия, от которой мы не можем избежать. То есть, если сегодня делать тот же спектакль «Золушка» с какими-то современными наворотами, сделать, как делают, там, в Америке фильм вышел, ну вот старый скатлинзерный, по-моему, «Золушка», все равно дети пойдут. Даже если сделать это по-взрослым, все равно пойдут дети, и тогда будет, в общем, какая-то ерунда. Когда вы готовили в постановке Маугли, выпускали спектакль, и ожидали, что будет такой сумасшедший успех, он же до сих пор не выходит из репертуара детских музыкальных фестивалей, театральных. Актеры получили награды. «Золотая маска» музыкальная ферзотеатра. Ну, пока ты что-то делаешь, ты никогда не знаешь, чем это закончится. Но единственное, что когда мы делали, поскольку мы уже взялись по форме, то, что нам принесли, то, что вот принес Владислав Сташинский, конечно, это не было оперета, это было ближе к жанру мюзикла, поскольку более современная музыка, там микрофонное пение, там фонограммная какая-то должна была быть музыка, поскольку с оркестром у нас там по звучанию некоторых инструментов не раскладывалось, не получалось. И деваться было некуда, шли в этот момент кошки, мы говорим, сейчас мы сделаем какую-нибудь фигню. Вот, говорит, вот, не умеете. Зачем беретесь? Зачем такую вообще музыку берете? Зачем? Ну, и как-то старались просто, ну, чтобы самим было хотя бы так. Ну, не очень стыдно. И все, в общем, старались делать, чтобы нам было самим интересно, весело, там уже как получится. И думали о том, что, чтобы заложить все равно какие-то вещи детям в головы, хоть как-то там, нескучным способом. А картинку, ну, вот как мы ее мыслим, там, с художником, хороший художник Владимир Арефев, по костюму хорошая была художница, Валентина Камолова, которая много на Западе работала, и там у нее много премий, в Канаде, в Израиле. Был художник очень интересный, по гриму, стилист с большим опытом, там работа тоже на Западе, в Америке Андрей Дрыкин. Как бы люди все были довольно современные, и хотели чего-то, чтобы было как-то нам красиво, интересно. Ну, вот так получилось. Но, конечно, хотелось, чтобы дети пришли, и дети сидели, и детям было интересно. И поскольку приходят и родители же в театр, чтобы и родителям было не скучно, и детям было интересно. Мы продолжаем нашу беседу с режиссером театра «Оперетты» Алиной Челик. Алина, продолжаем этот разговор о спектакле «Маугли». То есть, вот этот успех, его не ожидал никто, такой вот мощный. Ну, как успех? Ну, получился такой, в общем, нормальный спектакль, который, как я сказала, за который, ну, это идет, он не стыдно, нормально. Поэтому, ну, что значит, что значит прям уж успех? Ну, «Подождим по костюму» она тоже была номинирована, по-моему. Она получила, да, она получила за костюмы приз музыкального сердца театра. Я вот помню, что она была номинирована. Да, ну, как бы... Ну, не с халтурили, ну, иногда, в чем-то, наверное, с халтурили, но... Вот, и еще вот такой момент, да, в главной роли у вас оказался артист балета, ты же вот запел, Саша Бабенко. Ну, Саша, насколько я знаю, он закончил институты как актер, не только как... Он не только артист балета, и... Поэтому с ним было довольно легко работать и как с актером, поскольку у него есть эта актерская подготовка, и он занимается вокалом. Он серьезно к этому как-то подошел. Вообще, самое главное, чтобы был артист вот с актерской подготовкой, дальше уже можно делать все, что угодно. Уже и петь, и танцевать. Да, уже можно там... Вот, ну, я предлагаю сейчас посмотреть, показать нашим зрителям нарезочку из спектакля Маугли. Вы сами сможете убедиться, насколько профессионально сделан спектакль, насколько красиво, и насколько профессионально играют актеры, и что действительно все награды были заслуженными. Субтитры создавал DimaTorzok Это вам сказал Барляр! Шопкаун там баки! Нам, 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 нам. Вот, ну, нам, 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 нам. Вот там все вне делал. Какое мне дело! И долго еще сойдут муши с ношем ваше собачье логово! И ждать того, что мне не приходить по правому, ведь он и смуй! Эй, хромой, молчи и слушай, Будет краток мой ответ. Малыша, прочись ты уши, Не получишь, нет, нет, нет. И тебе не отобедать, Убирайся сейчас. Он за стаей будет бегать, Он чистоит у нас. Смотри, каким он к нам пришел, Один средь ночи, маленький гон. От здрано он не поднял крик, Не испугался ненавид. Мои молчат, он как брат, Смотри, они вам не пускат. Его оставим лишено, Смирик ушелок все равно. Смирик ушелок все равно, Тебя не тронуть никому. Дам имя маму, Главное ему. Передательство мы не прощаем, Готовы идти на траву. И как не положено в стае, Легко разберешься с врагом. Всегда в это время не в ногу, Так все мы не боимся не в ногу. А все потому, что у нас много, Мы волны свободы и дорогу. Мне говорят я слова вам, И отличаются от волчат. Растает счастье, Дет мути, Узнают все, какой я волк. Есть у меня получилось, волк! Волк Волк Пусть в суды ходят ходуном, Я в волк ли здесь мой дом. Могу быстрей стрелы бежать, Могу до неба я достать. Настал мой час, пришел мой срок, Я настоящий волк. Да, он человеческий детеныш, И ему как никому другому надо сдать Все законы джунглей. Но ему трудно все запомнить, Он же еще... Он такой маленький. Маленький? Ты вообще этого достаточно в джунглях, Чтоб тебя не убили? Нет! Вот поэтому я и учую всем законам, А это мы пью, когда он не выучит урок. Совсем легонько! Совсем легонько? Легонько! Да что ты это понимаешь, железная лапа? Он весь в синяках от твоего легонько! Да лучше ему быть в синяках, чем погибнуть Я учу его заветным словам джунглей, Я учу его заветным словам джунглей, При помощи которых он со всеми сможет договориться. Это что такое? Ой, извини. Я выучил это легко, шутя, Мы с вами одной крови, вы и я, Моя добыча, ваша добыча, Желаю счастливой охоты, дружище! Я в джунглях жив, там был мой дом, Не знал о племени людском, Они прекрасней, чем луна, Грессы такие, как она, И передать весом. Эй, кто играет тут со мной? Ты, человек, в духе сновы, Ты на дверь скачал, Ты тут не страшен мне совсем. Столько раз сегодня открывали пасть И человеком отзывали в сласть, Что, наконец, я это сам Всем сердцем понял. Я человек, вы, скопище собак, Как человек, зову теперь вас, Как я в доказательство один Пустяк вам приготовил! А ну-ка попляшите-ка пока Потреск веселый красного цветка! Что с вами стало, я вижу, вы шакалы, Теперь я точно презираю вас! Я за вам верю, я правда влюбил вам зверь, А вы таили злобу каждый час. Ладно, сомненько пойду, Свои я к людям, Бойтесь я, как вы, вас не предам! К черту обиды я людям вас не выдам, Но напоследок все долги раздам! Эй, хромой, такой расплакай, Не забудешь ты вовек! Встань, когда с тобой собакой Говорит сам человек! Ты мечтал мной отведать, Что ж ты теперь замок! В самый раз пора отведать Этот красненький цветок! На! Получай же за гевну, За мою волчицу мать! На! Так, хромой за все, что сделал, На тот жизнь отвечай! А теперь вздохи немножко и исчезни, будто сон. Ну-ка, жареная окошко, навсегда отсюда вон! Субтитры создавал DimaTorzok Мы возвращаемся снова к нашей беседе с режиссером театра «Апереты» Алиной Чевик. У нас есть какие-то вопросы в чате, да? Сейчас нам их зачитают, и мы на них ответим. Что вы боитесь больше всего в жизни? Паучков. Алина, что вы боитесь больше всего в жизни? Что ж сказала, паучков. Почему именно паучков? Не знаю, боюсь их. А есть ли вот в творческом плане? Ну, чего можно бояться? Каких-то там неудач, глупо бояться, на их надо учиться. Не знаю, наверное, боюсь остаться одной. И то, в общем, одиночество иногда люблю. Не знаю. Пауков боюсь точно, наверное, больше не знаю. С кем из актеров работать интереснее? С молодыми или с профессионалами? С кем из актеров работать интереснее? С молодыми или с профессионалами? Конечно, с профессионалами. С профессионалами ты еще учишься, и от них чему-то еще. С молодыми иногда интересно, иногда просто трудно. Многие режиссеры говорят, что молодые актеры, когда приходят студенты или сразу после института, это такой материал, пластилин из которого можно слепить все, что надо конкретно тебе. А с профессионалами сложнее, потому что приходится ломать. Нет, если речь идет о профессиональных актерах, то как раз они и есть, пластилин из которых можно слепить все, что угодно. Потому что профессия актера и заключается в том, чтобы своей какой-то психофизикой превратиться во что-то иное, что-то сыграть. Хотя с молодежью можно слепить, а можно и не слепить, не знаю. Мне больше нравится работать с профессиональными людьми, потому что это всегда взаимно. Мне интересно на репетиции, чтобы была взаимная работа. Я не диктатор. То есть, чтобы актеры, в свою очередь, тоже что-то отдавали. Мне интересно как раз то, что есть в актере. То, что мне не интересно, потому что он пустой пластилин, из которого я, такое божественное начало, что-то вылеплю. Мне интересно как раз, что актер личного своего может дать, мне может дать роли. Вот это мне интересно. А вот импровизацию актерскую вы приветствуете? У некоторых артистов да. Иногда бывает такое, что когда спектакль играет уже какой-то период времени, то некоторые сцены уже уходят настолько далеко от того, что изначально ставилось режиссером? Ну, я не знаю. Во-первых, я считаю, что не каждый артист имеет право на актерскую импровизацию. Что есть люди, которым дано, а которым не дано. Притом есть блестящие артисты, но они не могут импровизировать. А артисты потрясающие и сыграют все замечательно, но они не импровизаторы. А есть у которых, которые получают удовольствие, и от них больше зритель получит, когда они что-то добавят где-то своего, и им интереснее работать при этом. И если они в русле роли существуют в этой импровизации, то ради бога. А сами как режиссер импровизировать любите? Ну, вот экспериментировать как-то. Ну, мне вообще трудно сказать, что вот поставлено вот только так, и все. Это скучно. А завтра я же смотрю свой же спектакль и думаю, эх, вот в этой сцене было бы вот так вот, тоже в этом что-то было бы и хочется иногда, но уже просто понимаешь, что на что вот сейчас менять. Потому что вот, если это понимаешь, что это однозначно пойдет на удачу спектакля, на то, что будет лучше, тогда есть смысл там вызвать артистов и что-то в нету там. Давайте еще попробуем, давайте еще поищем. Вообще мне нравится на репетициях, когда что-то пробовать искать, вот на репетициях импровизация это очень важно для меня. Следующий вопрос. Есть какие-то театральные режиссерские традиции, которые вы всегда соблюдаете? У меня очень интересный вопрос. Ну, как бы, наверное, существуют какие-то традиции театральной режиссуры, заложенные со студенческой скамьи, которым вы вот неотступно следуете? Нет, ну, есть какая-то технология профессии, которая, ну, она технология, там, чтобы сделать стол, надо владеть технологией, кого там, Лотника, Столера, не знаю, кто это делает. Для того, чтобы поставить спектакль, есть какие-то там технологии вот этой профессии, что нужно сделать вот это, вот это и вот это. А внутри уже каждый работает по-своему, но это не является традицией, это является именно, действительно, то, что ты сказала, технологией. А традиция, наверное, поэтому все режиссеры такие разные, что каждый работает настолько по-своему, что даже, ну, как, нельзя снять манеру другого режиссера, это его лично. При постановке спектаклей, мюзиклов вы больше опираетесь на русскую школу музыкального театра или на западную? Ну, я училась-то в России, поэтому, и я понимаю, что мы делаем для русской публики у нас, хотим мы или нет, но вот эта школа Станиславского, я считаю, что это гениальная школа, это главное, что отличает, наверное, русский театр. Это очень, ну, как сказать, то есть, конечно, русские вот эти театральные традиции, это то, в чем мы живем и то, без чего мы не можем. Чисто по-западному поставленный спектакль, не знаю, найдет ли отклик даже у русской публики, даже когда вот переносились какие-то мюзиклы, все равно всегда работали русские режиссеры с русской стороны и в работе над актерами в основном. Потому что там языковые какие-то есть проблемы, все равно есть какая-то небольшая адаптация для русской публики. И, по-моему, как раз большим успехом пользовались те привезенные даже спектакли, где есть вот эти вот какие-то чувства, переживания, вот это вот зрители нашему нужно сопереживать истории, посмотреть, как люди там страдают, как они вот сами переживают актеры на сцене. Действительно, я читала, очень многие писали, что во французских даже версиях Ноттердама Ромео и Джульетта тех же больше уделялось внимание вокалу, актеры больше пели, в наших спектаклях больше играли. Ну, это вот, видимо, связано с какими-то нашими традициями, традициями театральной школы. В Ноттердаме было много артистов с драматической хорошей подготовкой, которые просто формально спеть песни не могли, в силу того, что они уже актеры, которые владеют чем-то большим. В Ромео, наверное, тоже были, сейчас на скидку не вспомню, были артисты тоже драматические, хорошие, которые всегда поднимают вот этот уровень общий, вот этой той же молодежи, которая пришла без специального образования. Были ли у вас жертвы ради искусства? Нет, и что значит жертвы? Чем можно пожертвовать? Как свои? Ну, какие жертвы? Где-то я там не выспалась, это тоже, наверное, маленькая жертва. Жертвовать чем? Жертвовать семьей глупо. Ну, наверное, можно было бы найти более высокооплачиваемую работу. Вот тоже такая жертва, наверное. Ну, таких вот глобальных жертв не было. Дальше. Какую из своих режиссерских работ вы считаете самая удачная своей победой? И были ли у вас режиссерские провалы? Ну, насчет больших удач мне трудно сказать, потому что, в общем, я такой самогрызучий человек. Наверное, большая удача, это все-таки можно считать в Маугле. Не знаю, я не считаю, что там, я, как уже сказала, такая прям большая удача. Ну, получилось неплохо и хорошо. По поводу моих каких-то неудач, конечно, неудачи всегда есть. Они и глобальные, и мелкие есть какие-то. Но говорить конкретно, наверное, будет некорректно по отношению к тем людям, с которыми я работаю, на которых это, в общем-то, отразилось. Которых я все равно продолжаю обманывать, и я им не говорю, что это большая неудача, что иначе артисты там не смогут работать хорошо. Они должны верить из меня и в то, что они делают. Так, вот после Маугли выходит, 8 декабря состоялась премьер, если я не ошибаюсь, мюзикл «Рикошет», как мы уже сказали раньше, что многие называют его водевилем. За основу бралась драматическая пьеса. Да, как я сказала, мы начинали репетировать в классе для, в основном, для себя, для, просто для актеров, чтобы актеры себя попробовали немножко в чем-то другом. Потому что эти артисты, которые там играют в «Рикошете», они существовали долгие годы в конкретных опередочных амплуа. Им самим было интересно попробовать в каких-то там других проявлениях актерских. Ну вот, потом как-то посчитали, что складывается какой-то спектакль и с какой-то мыслью, которую хотелось донести зрителю. Как бы, кто досидит до конца спектакля, мысль поймет. А бывало, что не достиживали? Ну, конечно, действительно нельзя угодить всем. Это нормально, когда... То есть вот если в Маугли был конкретный, когда ставился спектакль, был конкретный расчет, что... Делается изначально этот был расчет, что мы делаем спектакль на зрителя, который... Вот зритель пришел, он должен сесть в зале и два часа он должен сидеть... Вздохнуть и на финале выдохнуть. Два часа он должен сидеть, смотреть, и чтобы у него было постоянное желание там... Чтобы он не успел соскучиться, сесть там, расслабиться. Здесь у нас изначально такой задачи не стояло, как бы, вот, чем-то убить зрителя, там, чем-то его сильно удивить. Поскольку изначально это вообще мы делали для себя. То, конечно, это не рассчитано на всех зрителей. Потому что для меня есть разница некоторая, когда вот делаешь коммерческий спектакль, ты делаешь коммерческий спектакль. То есть в коммерческом спектакле вы ставите задачу удивить зрителя? В коммерческом спектакле я ставлю задачу, чтобы зритель вот сидел до конца с удовольствием, захотел, может быть, прийти еще раз, посоветовал это всем остальным своим друзьям. И прийти на это с удовольствием принес нам деньги. За билеты. Это конкретная, то есть для меня это конкретная задача. А когда просто вот делаешь такие, вот занимаешься, ну, таким творчеством с артистами, как раз вот в рикошете мы удовольствие получали в основном атрибутационного периода. И, честно говоря, как-то мы не очень брали в голову, как это будет идти, как это будет восприниматься зрителем. Я где-то уже ближе к премьере уже подумала, а вообще, как это зритель-то будет все воспринимать. Ну, уже, в общем, заниматься коммерческими аспектами было поздновато. Поэтому это, в общем, для кого-то, кому-то спектакль нравится, кому-то он не нравится, это нормально. Музыку к спектаклю, опять же, написал актер театра Апериты. Да. Как-то много современных плодовидах композиторов оказалось в Москве сегодня. Даже так собранных в одном театре. Ну, люди все время живут музыкальным, они живут театром, они живут музыкальным театром. Конечно, если у них в голове рождаются какие-то песни, мелодии, не вижу ничего удивительного. Вот я от многих актеров, я слышала, из тех, кто играет Маугли, и оказавшихся занятыми в рикошете, что они получили огромное удовольствие от того, что снова встретились с вами на площадке. Ну, как я сказала, что в рикошете мы, в общем, получали удовольствие от репетиции, то, что вы спрашивали про эфровизацию. И то, что я говорила, что с опытными артистами, мне самой интересно и удовольствие доставляет, когда артист тебе тоже что-то дает, не только ты артисту. И какой-то вот этот взаимообмен какими-то мыслями, идеями, энергией, очень приятен для работы. Ну, наверное, они все-таки имели ведущих, говоря, это то, что приятно было работать не только как с режиссером, но и как с человеком, складываются очень теплые. Я выбираю, я добрый режиссер. У нас в чате есть что-нибудь? Ничего интересного? Так, хорошо. Тогда вот такой вопрос. Сейчас идет в театре Аперетты, как мы уже говорили в начале, кастинг на новый мюзикл. Это мюзикл «Крафт Монте-Кристо» будет. Это мюзикл написал уже не актер театра Аперетты, написал роман Игнатий. Да, молодой, талантливый парень, написал замечательную музыку на очень хорошее либретто Юлия Кима, мэтро, можно сказать, современной драматургии театральной. Материал, мне кажется, очень хороший. И по либретто, и по музыке материал замечательный для спектакля. И сам сюжет «Графт Монте-Кристо», который, мне кажется, интересен, может быть, широкому кругу зрителя. Тоже, мне кажется, очень удачный выбор. И вот это как раз попытка в нашем театре сделать такой первый, чисто наш мюзикл. Коммерческий? Ну, да, мы ставим перед собой эту задачу в этот раз, что у нас коммерческий проект, мы ждём зрителя, при том зрителя разного, и молодого, и немолодого, любого, чтобы было интересно. В этом спектакле будут заняты не только актёры театра Аперетты, но привлекаются дополнительные силы. Сейчас идёт кастинг, он ещё не закончился. Поскольку музыка, опять-таки, музыка современная, её надо петь определённой эстрадной манерой, и поэтому мы набираем такую труппу для этого спектакля, который владеет именно этой манерой исполнения, такой эстрадной, эстрадной мюзикл, скажем так. Прямо опять-таки хочется, чтобы это были артисты всё-таки. Такая надежда. Ну, главное, конечно, из-за чего кастинг, из-за того, что это другая манера вокального исполнения. Драматически... Сказать, какой процент артистов, будут ли заняты артисты театра Аперетты, будет ли кто-то заняты, какой процент этих артистов, кто будет привлечён со стороны, пока говорить, конечно, сложно и преждевременно, поскольку вот самый основной этап кастинга у нас будет только вот на следующей неделе, который определит вот тех артистов, которые два состава, которые будут заняты в спектакле. К сожалению, два, конечно, это очень мало, потому что много замечательных пришло артистов на кастинг. Прямо жалко, что труппу театра нельзя набрать сейчас. Например, в театре мюзикла. Например, три состава. Понятность? Финансовый аспект ещё существует. Очень дорогие костюмы, очень хорошая, красивая сценография. Вот замечательный, просто замечательный художник работает из Санкт-Петербурга, Вячеслав Окунев. Будут очень красивые декорации, очень красивые костюмы. А костюмами кто занимается? Он же. Он же делает всю сценографию. Драматические режиссёры, очень часто утверждая актёров на роли, смотрят именно на типаж. В музыкальном театре типаж насколько важен? Типаж важен в любом театре. Просто в музыкальном театре, конечно, очень часто приходится чем-то жертвовать в угоду голосу, в угоду вокалу. Потому что, что сделать? Музыкальный театр? Надо же исполнить музыку. Но всё равно, конечно, хочется, чтобы типаж, чтобы всё было. И голос соответствовал, и типаж артиста соответствовал. Вопросы в чате? Есть. Что для Вас важнее при подборе актёров, чтобы он был средничком и умел всего понемногу, или чтобы он был очень одарённым и талантливым, hybrid игра? При подборе актёров для Вас что важнее, чтобы он был середничком и умел всего понемногу, или чтобы он был абсолютно одаренным и талантливым, но в чем-то одном? Честно сказать, плохую вещь скажу, я не люблю артистов-середнячков, которые вроде что-то в них есть, а может быть и нет. Вроде поют, вроде двигаются, вроде играют. Я не очень люблю таких артистов. Но, как правило, яркий артист, он все-таки как показывает практика, может, если не все, то почти все. Конечно, хочется ярких, интересных артистов. Все? Нет вопросов? Премьера и графа Монте-Кристо запланирована на осень? Да, где-то в районе 1 октября. То есть у нас будет возможность оценить предстоинство. И уже можно будет, наверное, позволить зрителям сравнивать наш материал с западным. Да, с западным. Ну, Рома и Игнатия, насколько я знаю, манера, самая манера написания музыки, она более западная, более европейская. Ну, это просто хорошая музыка, как понять, какая она наша или европейская. Хорошая музыка, она во всем мире хорошая музыка. Слушается она, и вот мы сидим же, слушаем. Не могу сказать, что она там какая-то там наша или не наша. Ну, вопросы есть? Нет. Наше, к сожалению, эфирное время подходит к концу. Час заканчивается. Благодарю вас за то, что вы сегодня пришли к нам на эфир. Я благодарю ресторан Tramplein, который позволяет нам делать эфиры из своего помещения. Я желаю вам удачи, чтобы мюзикл получился действительно великолепным. массового зрителя такую же, наверное, даже большую любовь, чем завоевал мюзикл Маугли. И, конечно, наград в фестивалях. Спасибо большое. Хочется, чтобы все зрители приходили к нам в театр и на мюзиклы, и на опереты, и на любые спектакли. Мы всегда работаем для вас. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok